Глава автономии Михаил Формузал провел запланированный прием граждан в Чадролунге. В основном задавались вопросы социальной направленности, такие как содействие в получении материальной помощи и пособия, также просьбы личного характера. Я настаиваю на прописке, потому что я хочу здесь в Чадролунге работать и жить. Здесь я провел свое детство и здесь я вырос, поэтому я здесь хочу прописать. У меня семья многодетная, в принципе и старшая дочка. Заканчиваю 9 класс и мы хотели бы элементарно узнать, какие есть вакантные места и возможно ли какое-то бюджетирование, чтобы через государство ребенок шел обучаться, поскольку с моей профессией мало возможности обучить. Это как, что называется, за деньги, а ребенок учится хорошо. Традиционно граждане акцентировали внимание на необходимости проведения ремонта городских дорог, по некоторым из которых не могут проехать маршрутные автобусы. С аналогичной просьбой обратился директор МПЖКХ Георгий Братан. По его словам, жители, возмущенные качеством дорожного покрытия, не раз обращались к городским властям. Но в бюджете города на эти цели средства не запланированы. Пусть выделят нам щебень крупной фракции, пусть выделят нам немножко, может, если смогут, цемента, чтобы мы смогли хоть как-то сделать, чтобы на этих улицах могли проезжать автобусы. Вот, например, по Сергею Лозо. Примария сетует на то, что нет денег. Нет денег. Я не в совете в этом году, я бюджет слабо знаю, куда они что намерены потратить. Практика, когда граждане могут обратиться к главе региона, имеет свои результаты. Это прямой диалог, где у жителей есть возможность получить на месте детальную информацию. Вопросов, которые бы касались регионального уровня, сегодня не было. В основном это все вопросы местных органов власти. Такие встречи нужны. Не зря и члены правительства Республики Молдова приезжают, встречаются в регионах с людьми, чтобы знать положение дел. И должна существовать связь местные органы власти, на региональный уровень, правительство. И на то и власть существует, чтобы она решала вопросы людей. На прием к Башкану предварительно записались более 20 жителей города. Это традиционные встречи с жителями населенных пунктов Гагаузии, которые проводятся согласно установленного графика.